Сегодня мы приступаем к четвёртой и последней лекции по ЖУ. Сегодня лекция носит название «Добу-шутинг и мониторинг». Доклад сегодня мы разобьём на первой шестой части. Судей писал, что с вами помочь, придумывать физические и физические ограниченности. Первая часть сегодня я покрою диагностику приложений и в основном мы сконцентрируемся на обработке логов наших приложений. И во второй части Сергей расскажет про Azure Application Insights. Итак, давайте приступать. Сегодня краткое содержание моей части доклада. В первую очередь мы посмотрим, как обушудить наше приложение. Попробуем включить remote debugging. Попробуем включить логи на сервере. Посмотрим, как можно собирать логи с приложения, где можно их хранить и как их, собственно, обрабатывать. Кроме того, сегодня третьим пунктом моего доклада будет Elasticsearch stack. Мы будем использовать этот продукт для хранения логов и для визуализации. То есть мы развернем Elasticsearch кластер, поднимем там ядро Elasticsearch и поднимем там Kibana. Это средство визуализации. После чего мы перенаправим логи нашего приложения в Elasticsearch и попробуем через Kibana посмотреть. Итак, давайте приступать к первому пункту. Как я говорил уже, мы посмотрим, как удаленно дебажатся. Прежде чем мы приступим, собственно, к демо, хотелось бы отметить, что удаленный дебайинг – это, конечно же, нерекомендуемый инструмент на датакшене. Когда мы выполняем удаленную отладку, не стоит долго задерживаться и анализировать стек выполнения, потому что Ажур, если мы надолго остановимся, более нескольких минут, то Ажур автоматически закрывает процесс и у нас, грубо говоря, сама сессия, отладочная сессия от Вализа. Кроме всего прочего, необходимо иметь в виду, что когда мы выполняем удаленный дебайинг, у нас потребляется текущая полоса пропускания. Возможно, для кого-то это будет важно. И стоит помнить о том, что есть 48-часовой лимит. Это означает, что если мы включили удаленный дебайинг на веб-сайте, то он автоматически выключится в Ажур через 48 часов. Кроме того, стоит помнить, что можно не только подключаться дебайгером к веб-процессу, а в принципе можно подключиться к любому другому процессу, который запущен на виртуальной машине. Диагностик логов. Существует 4 вида диагностика логов. Первый вид, первая подгруппа — это application логи. Application логи — это, собственно, те логи, которые мы самостоятельно как разработчики пишем и которые мы сами можем анализировать. Web-сервер логи автоматически создаются веб-сервером. По умолчанию они... По умолчанию все эти 4 группы отключены. Мы по мере необходимости можем включать каждую из них. Как и уже говорил, application логи содержат в себе логи самого приложения. Web-сервер логи — это логи веб-сервера, то есть это те логи, где мы можем увидеть все HTTP-запросы, которые приходят на веб-сайт. Detailed error messages log — это описание ошибок на сайте в виде HTML. Failed request tracing log — это описание ошибок на сайте, произошедших ошибок на сайте в виде XML-файлов. Там создается... есть вители XML-файл, и рядом еще и лежит XSL-таблица, которая может трансформировать... вернее, которая анализируется браузером в момент 3-ти XML, и мы увидим красивый логи там с трейсом, с подробным описанием ошибок. Демо мы это увидим. Сегодня мы посмотрим на каждую группу этих логов, посмотрим, как включить каждую из-под групп, посмотрим, как получить доступ из Visual Studio, а также посмотрим, как скачать эти логи себе локального машины. Так, мы пришли... У нас краткое было вступление, сразу демо будет. На самом деле, сегодня у меня доклад будет в основном демо, потому что у меня слайдов практически нету. В основном будем работать сегодня в студии и в портале. Мы продолжаем работать с нашим приложением, уже третью лекцию подряд. Приложение все тоже — это GipQuist. Значит, первое, что я хотел показать, — это удаленный отладчик. Значит, для того, чтобы включить... Вернее, для того, чтобы иметь возможность запустить ремонт дебазин, нам, естественно, необходимо задеплоить production, не релиз-версию, которая по умолчанию стоит в диалоге publish website, а дебажную версию. Для этого мы перейдем в наше приложение. Здесь выберем пункт publish. Вот у нас открывается диалог. Вернемся на шаг назад. Ну, тут уже стоит дебаг. На самом деле, там по умолчанию релиз, конечно же, но необходимо поменять на дебаг. Значит, next. И попробуем опубликовать приложение. Посмотрим, как произойдет публикация. А, ну давайте я на портале покажу. Значит, на портале у нас, естественно, развернута ресурс-группа. Видно, да? Чуть-чуть больше сделать. Видно, да? Видно, да? Значит, у нас развернуты две ресурс-группы. Вторую мы пока не в пункт, а потом я их покажу. А вторая ресурс-группа, опять же, называется, я помажу, лэд, два. И здесь у нас, собственно, структура, это такая же, как и в прошлых лекциях. Тут мы видим четыре ресурса и плюс еще один дополнительный. Если вы помните, на предыдущих лекциях у нас ресурс-группа как раз содержала базу данных, SQL Server, AppServicePlan. А, вот у нас уже публикация про два. Так, сейчас вернусь. Базу данных, SQL Server, AppServicePlan и веб-сайт. Дополнительно в эту ресурс-группу я добавил еще storage-аккаунт. Для чего? Для того, чтобы хранить логи. То есть дальше мы посмотрим, как получать доступ к логам не только используя диск веб-аппликейшн, а еще и globe-storage. Вот. То есть структура, в принципе, отличается только storage-аккаунтом. Мы сейчас успешно задеплоили дебаг-версию приложения на наш веб-аппликейшн. И следующее, что я хочу сделать, это подключить с удаленным дебаггером к нашему приложению. Значит, для этого поставим древпоинт, ну, например, на индекс-экшн. После чего откроем окошко Server Explorer. Здесь у нас есть, после того, как мы установим Azure SDK, у нас в Server Explorer появится вот такая вот вкладка, называется она Azure. Здесь нам необходимо будет аутентифицироваться, и после успешной аутентификации мы получим список сервисов Microsoft Azure. Здесь откроем сервис. Не видно? Не видно, понимаете? Здесь откроем обсорвис. И тут мы увидим, первое, что мы увидим, это ресурсную группу, а внутри мы увидим Rewrota Catching. После чего нам необходимо прийти в Settings. Здесь у нас открываются настройки нашего веб-приложения, и внизу мы видим есть Remold Debugging. Мы его включим и сохраним. Да, вот, значит, настройки применились, и теперь нам что нам необходимо сделать? Необходимо подотачиться к дебаггерам. Сейчас происходит подключение к Azure Web Application. Тут необходимо немножко подождать, потому что в первое время, первый раз этот процесс довольно-таки затянут. Так, как так. Вот, тут такая финиал у меня вчера тоже была. То есть, Remold Debugging такая штука, что может и не сработать. Так, у нас сейчас открывается сайт. На самом деле, вот я показал окошко View Settings, да, все это можно сделать и на портале. То есть, нам, для того, чтобы включить Remold Debugging, можно перейти в Web Application. Здесь у нас сейчас откроются Application Settings, да, вот, у нас открывается Blade Settings. Здесь переходим в раздел Application Settings. Так, и тут мы видим настройки приложения, и вот, вот он, Remold Debugging, вот он уже включен, и установлена версия Visual Studio 20.15. Значит, так, у нас здесь упало приложение из-за того, что мы идем по HTTP, необходимо по HTTPS. Так, 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 ну вот, что-то у меня, а, вот, все, то есть, вот мы остановились, то есть, сегодня сработал. Полноценный, полноценный дебаггер, доступны практически все функции, естественно, работает медленно. То есть, можно, TripWatch тоже доступен, можно проанализировать различные объекты. Выполняется, конечно, не очень быстро, но, в принципе, для каких-то простых вещей, Remold Debugging может быть достаточно. Хорошо. Значит, теперь, следующий, следующий раздел и момент, который я хотел показать, это диагностики блоги. Значит, опять же, вернемся в наш сайт, в настройки нашего веб-сайта. И здесь, что мы видим? Здесь мы можем увидеть как раз наши четыре группы, которые я назвал, четыре группы логов. Это Application Logi, Failed Request Tracing, Detailed Developed Messages и Web Server Logi. Для цели презентации давайте включим все четыре. Значит, в Application Logi три группы, которые создаются веб-сервере. Веб-сервером здесь нам просто необходимо выбрать опцию включить или выключить. Включаем все из них. А для группы Application Logi у нас здесь спрашивают, какой уровень информации мы хотим получать минимально. Опять же, для цели презентации минимальный выберем Information. Сохраняем. И давайте на пару минут вернемся в наш Home Controller. Для того, чтобы записать такие Application Logi, можно воспользоваться System Diagnostics Trace. Вот у нас в Index Action есть директива по трассировке информации. Handling Index Action. В методе About у нас трассировка ошибки и генерация эксцепшена. Давайте посмотрим, как эти логи будут сохраняться. Для этого, естественно, нам необходимо сейчас запустить приложение. Сейчас небольшая задержка происходит. Значит, вот у нас приложение работает. Index Action должен был сейчас вызваться. И давайте сгенерируем ошибку. Для этого перейдем в раздел Home и Вау. И здесь мы видим, что мы получили необработанный эксцепшен. Теперь вернемся в Visual Studio. И здесь для того, чтобы получить доступ к логам, мы раскрываем веб-сайт. Здесь у нас есть подраздел Work Files. Внутри этой папки мы видим четыре группы. Первая группа – это Application Logs. Вторая группа – это Detailed Errors. Это веб-логи. Куду – это лог-файлы SCM-системы. И здесь мы можем получить доступ к WMTTP-логам. Значит, первый лог, давайте посмотрим, это Application Logs. Можно открыть его, и мы получим список всех логов. Можно открыть его в Visual Studio. Происходит автоматическое скачивание лога. И мы прямо из Visual Studio можем посмотреть содержимое лог-файла. Как видим, у нас здесь две строчки. Первая строчка – это, собственно, заход в Index Action. Вторая – это трассировка ошибки. Значит, следующая группа – Detailed Errors. Здесь мы видим, как я уже говорил, Detailed Errors – это лог веб-сервера в виде HTML-файла. Значит, мы его открываем, и, опять же, происходит скачивание. И мы видим, что произошла 500-ая ошибка в HTML-серверах. Кроме того, можно получить чистые логи веб-серверах. Опять же, мы видим, что есть файл, в котором содержится список всех HTTP-реквестов с полной информацией о том, какой endpoint вызывался, какой HTTP-верх использовался, какой response получили и так далее. Значит, последняя группа, которую я хотел показать, – это XML-логи. Тут мы видим, опять же, первый лог – XML-файл, содержащий описание ошибки. Второй – XSL-файл, который производит трансформацию. Опять же, как мы видим, можно открыть напрямую из Visual Studio. Здесь мы видим описание endpoint, который вызывался в данном случае – это HomeAbout. И мы можем получить полный трейс того, что произошло. Полный трейс того, что произошло. И где-то здесь даже можно найти описание нашего эксепшена. А вот, вот тут вот где-то вот, да, вот. UnhandledException, да. Вот. Так, теперь, следующий момент. Ну, кроме того, что здесь отображаются 500 ошибки, здесь также могут отображаться 404 ошибки. Например, если мы перейдем на несуществующий endpoint.epout, мы получим 404 ошибку. И, конечно же, здесь тоже мы должны получить детальное описание этой ошибки. Вот у нас появился новый файл. Он говорит о том, что ресурс не был данным. И с описанием, какой именно ресурс. В XML-логах также мы найдем эту ошибку. Должны, по крайней мере, доводим. Да, вот описание этой 404 ошибки. Значит, что еще можно сделать? Ну, во-первых, можно, конечно же, скачать список логов к себе на локальный компьютер. Для этого мы перейдем в раздел logs. И здесь мы можем загрузить все логи веб-сервера в виде zip-файла. То есть сейчас происходит загрузка. Да, вот она успешно произошла. И мы видим, что у нас появился zip-файл. Можно его открыть. Опять же, мы видим тут папку log files. Здесь видим application. Тут у нас наш application log. Точно так же сюда добавляются логи веб-сервера. Вот эти две папки. Следующая опция, которую я хотел продемонстрировать, это довольно-таки интересная опция. называется streaming-логов. Streaming-логов позволяет нам практически на лету получать, ну, с небольшой задержкой, получать наши логи нашего приложения и логи веб-сервера прямо с своего пакетчена. Для того, чтобы включить эту опцию, мы в разделе actions здесь выбираем stream-лог. После чего происходит подключение к streaming-сервису. Вот сейчас мы видим, что подключение успешно установлено. Значит, вернемся обратно в наше приложение и запустим главную страницу. Вот, она, конечно, запустилась. Здесь мы видим, что практически мгновенно мы получили доступ, мы получили информацию о том, что произошло на сервере. Естественно, если это высоконагруженное приложение, много пользователей, то здесь будет постоянно что-то появляться. Кроме того, что мы можем здесь отображать application-логи, здесь мы еще можем подключить веб-сервер-логинг. Значит, это делается вот тут вот в настройках stream-логинга. Включаем веб-сервер-лог. Сейчас произойдет подключение. Да, вот мы подключились к streaming-сервису опять. И необходимо немножко походить по сайт, потому что там есть небольшая задержка. Так что связано, наверное, с тем, что там как-то буферизируются данные. Попробуем сейчас... Несколько ответов. А, вот. И мы получаем также, кроме application-логов, мы еще и получили список веб-сервер-логов. Вот эта вот опция streaming-логов, она доступна как из Visual Studio, так и из PowerShell. То есть, точно так же мы можем в PowerShell хосте подключиться к streaming-сервису и получать в output список всех логов. Кроме того, еще можно вроде бы через Kudu портал это сделать, но я не пробовал. Значит, теперь следующий момент, который я хотел продемонстрировать. Значит, у нас вот эти вот логи, которые мы сейчас только что видели, они коняются на диске web application-а. Как мы знаем, диск storage подключается к web application-у, и он всегда лимитирован. То есть, там, в зависимости от pricing-лана, мы получаем от 1 гигабарта дискового пространства до 100 гигабарта. Естественно, не всегда этого достаточно, и очень часто нам необходимо хранить логи в какой-то external системе, которая характеризуется надежностью и отказоустойчивостью. Как вариант, для этого можно использовать Azure Blob Storage или Azure Table Storage. Сейчас по умолчанию в портале мы можем перейти в раздел Diagnostic Blob. Здесь у нас открывается плейд, в котором подробная информация о том, какое логирование у нас включено, какое выключено, какие системы хранения мы используем, либо локальную файловую систему, либо Blob Storage. Также, я забыл, кстати, отметить, естественно, есть доступ по FTP к этим логам. То есть, вот тут информация о том, как подключиться к нашему web application по FTP, и как скачать оттуда логинг. Так вот, возвращаясь к этому плейду, здесь мы видим, что application logging по умолчанию включен для файловой системы, а для Blob Storage он выключен. Точно так же мы видим, что web server logging можно включить, можно выключить, можно использовать файловую систему, как мы сейчас это делаем, и можно также хранилище использовать для хранения и обработки логов. Давайте попробуем включить. Значит, во-первых, включим application logging. Для этого выбираем кнопку on. Здесь выбираем минимальный level, который будет отправляться в хранилище information. И выбираем storage account. Вот сейчас как раз я выберу тот storage account, который был добавлен в ресурсную группу. Это IPA Major Lab. Здесь, в следующем плейде, нас просят создать контейнер, в котором будут храниться application logging. Выбираем add container. Назовем его uplog. Access type private, этого будет достаточно для нас. Контейнер создан. Выбираем его как хранилище для uplogов. Значит, вот мы завершили настройку application logging. Сейчас мы сделаем то же самое для web server logging. Опять же, необходимо выбрать storage account. И здесь мы добавим еще один контейнер. Создаем контейнер. И выбираем его. После этого мы сохраняем настройки. И давайте теперь опять же вернемся к нашему веб-приложению. Попробуем сейчас открыть индекс страниц. И мы ожидаем, что наши логи сейчас окажутся в web server. Параллельно с файловой системой. То есть файловую систему мы не отключали, поэтому логироваться будет информация как на файловую систему, так и в web server. Итак, вот сейчас мы вроде бы получили определенный объем информации. Вернемся опять же в студию. На этот раз мы пойдем в раздел storage. Здесь мы открываем этот раздел и видим, что первая опция, естественно, development. Это наша локальная среда. Здесь мы можем тоже попробовать поработать с эмуляцией блок-сторейджа, table-сторейджа. И тут мы видим, был добавлен аккаунт. Наш storage-аккаунт. Открываем его. Здесь мы переходим в раздел blocks и видим список наших контейнеров. Открываем контейнер uplocks. И тут у нас получается вот такая иерархия, которая начинается с названия веб-сайта. Дальше идет год, месяц, дата и час. И тут мы видим наш файл. Наш лог-файл. Его можно также скачать. Значит, он скачался. И мы открываем этот CSV-файл в Excel. Видим наши логи. Что здесь интересно? Во-первых, мы видим здесь level, дату, когда был сгенерирован message. И, собственно, само описание этого мессенджа. Дальше мы откроем наш контейнер web-uplocks. Здесь мы видим, опять же, такую же структуру хранения. И мы видим наш лог-файл. Таким же образом мы можем его скачать пакально и открыть. Вот он уже открылся. Значит, что мы здесь видим? Ну, мы видим, собственно, полную информацию о том, какие HTTP-реклесты были обработаны нашим веб-сервером. Ну, собственно, это то, что мы видели ранее. Вот. Значит, сейчас мы видим, что можно сохранить блок-стораджи. На самом деле на старом портале есть еще возможность хранить лог-файлы в Table Storage. Но я не знаю, либо они еще не перенесли эту функцию, либо ее и не собираются переносить. Но точно я знаю, что на старом портале, вот это manage.windows.jim.com, там есть возможность так же включить не только блок-стораджи, но еще и Table Storage, как основное хранилище Delo. Давайте теперь вернемся к докладу. Последний раздел, подраздел, который я хотел сегодня рассказать, это использование Elasticsearch, продукта компании Elastic, как лог-акрегатора. Кто-нибудь знаком с термином Elasticsearch и вообще этим продуктом? Ну, я знаком с роман-акрегатором. Барна модель визуализации, и логи стрима перенаправляются, то есть на время, да, значит, на самом деле есть доклад Димы Михайлова, вот я как раз подсказывал, когда он был создан? Ну, пару месяцев назад, значит, там есть подробное отписание того, как использовать этот степ. На самом деле, Elasticsearch, он не только может использоваться, как лог-акрегатор, он на самом деле просто это продукт, который построен на базе Apache Lusiem, и это поисковый движок, полнотекстовый поиск, значит, там не обязательно хранить логи, там можно хранить любую информацию, которую мы хотим, над которой мы хотим производить, полнотекстовый поиск. Значит, для чего, что это такое, для чего он используется? В нашем случае мы будем использовать Elasticsearch Cluster как систему для хранения логов и событий. Кроме того, что эта система позволяет хранить эти данные в удобном и эффективном, эффективно и удобно, она также предоставляет возможности пользователям достаточно широкие возможности по визуализации данных, это делается через систему Kibana, таким образом, что лог-файлы могут просматриваться и быть понятными не только девелоперам, а также людям, которые далеки от технического образования. Также, естественно, птические реал-тайм обработка данных гарантируется кластером Elasticsearch. Поиск можно осуществлять как используя какие-то визуальные элементы в Kibana, так и напрямую через API. Есть REST API, который предоставляется кластером Elasticsearch. Основные компоненты, на самом деле у компании Elastic там большое количество компонентов, но основные и массово используемые компоненты это три из них. Первый это Logstash, второй это, собственно, сам движок Elasticsearch, и третий это Kibana. Значит, первый компонент Logstash, что это такое? Это на самом деле небольшой модуль, небольшой application, основная задача которого это принять на вход разношерстный объем данных, различные логи с разных систем, определенным образом обработать эти логи, отфильтровать, нормализовать и передать дальше в классный Plasticsearch. Значит, на сегодняшний момент поддерживается достаточно большое количество коннекторов, так называемых, то есть систем, с которыми умеет работать Logstash, более 160 коннекторов и достаточно большое количество transformation tool-ов, то есть tool-ов, которые умеют обрабатывать входящий поток данных и трансформировать их в нечто удобоваримое для Elasticsearch. Значит, Elasticsearch, собственно, это сама база данных, база данных, в нашем случае это будет база данных логов, которая гарантирует практически реал-тайм обработку данных и поиск. Gibana используется, это отдельная система, которая используется для визуализации данных и предоставления доступа к логам. Все три этих компонента могут масштабироваться отдельно, все три компонента распространяются под open-source лицензией и все три компонента разрабатываются компанией Elasticsearch. Наиболее, самые большие клиенты Elasticsearch это Bloomberg, Guardian, Bloomberg, как заявляет Elasticsearch, обрабатывает до полутора миллиардов ивентов в день при помощи кластера Elasticsearch, Guardian обрабатывает, ангианализирует поведение более 5 миллионов пользователей на их сайтах. Основные ресурсы, которые можно использовать для ознакомления с системой, представлены на этом слайде. Презентация будет выложена, поэтому можно будет воспользоваться. Основной сайт это, естественно, Elasticsearch.com и другие ресурсы также достаточно полезны. Давайте сейчас приступим к демо. Так, что мы хотим сейчас сделать, что мы хотим попробовать? Наша задача сейчас развернуть кластер Elasticsearch, развернуть в этом кластере, как минимум, Kibana. Logstash мы разворачивать не будем. Мы будем напрямую из нашего приложения писать в кластер Elasticsearch, и после этого мы будем в Kibana, мы хотим видеть в Kibana наш логфайл. Значит, для того, чтобы развернуть кластер Elasticsearch, я воспользовался уже готовым темплейтом, уже готовым темплейтом, в котором объявлены и уже сконфигурированы все ресурсы кластера. Где можно взять этот темплейт? Если помните, я на одной из первых лекций рассказывал, что большое количество примеров темплейтов сконцентрированы на GitHub-е Azure. Вот сейчас мы туда вернемся. вот у нас третья ссылка. А, не третья. А, QuickStart темплейт. Да, первая ссылка. Открывается первая ссылка, и здесь мы увидим большой список различных темплейтов, которые можно взять, можно модифицировать и можно даже напрямую задеплоить лужу, как мы это сейчас будем делать. Здесь мы видим более 200 темплейтов и нам необходимо найти темплейт под названием Elasticsearch. Давайте я на поиск воспользуюсь. А, вот он. Я его вижу. Вот он. Вот он темплейт Elasticsearch. Всем видно? Увеличивать не надо. Открываем этот темплейт. Здесь мы видим собственно сами файлы темплейта, параметры, различные definition, shell скрипты. Для нас это сейчас не важно. Как видите, как видим описание темплейта здесь устанавливается Elasticsearch Luster на базе виртуальных машин. Достаточно быстрый способ запустить этот темплейт это нажать кнопку Deploy to Azure. После чего у нас открывается портал. Сейчас обрабатывается, вернее, этот темплейт не обрабатывается, но на самом деле его еще можно развернуть не только из GitHub, но и с Marketplace. В Marketplace можно найти этот темплейт и оттуда его развернуть. у нас сейчас открывается Custom Deployment и необходимо заполнить основные параметры. Основные параметры здесь первый blade здесь настройки виртуальных машин, admin username это пользовательский аккаунт, под которым в принципе это не важно, потому что у него випластер развернут. Первый параметр это User Account, User Account, который будет использоваться для может использоваться для удаленного доступа к виртуальным машинам. Пароль здесь мы выбираем Location, в котором будет разворачиваться кластер. То есть можно выбрать определенный дата-центр либо выбрать ресурсную группу. Мы выбираем ресурсную группу. Здесь у нас Virtual Network Name необходимо инициализировать название частной виртуальной сети. В пределах этой виртуальной сети будет разворачиваться кластер. Выбираем операционную систему, на базе которой будет разворачиваться кластер. К пункту нам вполне подходит. Очень важный параметр это Load Balance Type, Internal или External. Если мы выбираем Internal, то Elastic Search Cluster не будет виден извне и из интернета мы не получим к нему доступ. Это может быть полезно если у нас допустим наш application или наша виртуальная машина подключается к частной виртуальной сети, тогда она может обращаться к кластеру по приватному IP-адресу. У нас наше приложение развернуто в другой ресурсной группе, поэтому нам необходимо установить Load Balance R-Type в X-Termal мы будем использовать публичный IP-Adris. Jumpbox это специальная виртуальная машина, которая развернута в этой частной сети виртуальной и она может использоваться для теста и для проверки работоспособности кластера. то есть туда можно по RTP зайти и попинговать этот кластер, что-то поделать с ним. Допустим, это было бы полезно, если бы мы использовали Load Balance R-Type и не темно. Количество Client нодов. Не будем сейчас останавливаться, что такое Client нод. Для цели презентации 0 вполне достаточно. Мастер ноды используются для поддержки работоспособности и мониторинга жизнеспособности кластера. Здесь ничего не надо менять. Мы выбираем pricing стандарта E1. Data ноды. Data ноды, которые занимаются хранением данных и самим конкретно поиском. Для того, чтобы ускорить нам развертывание нам трех. В принципе, это много. одного будет вполне достаточно. Название кластера, версия кластера 2.11. Marvel нам не нужен. В данном случае кибана нужна. После этого, как мы запомнили все эти параметры, нажимаем ОК. Дальше нам необходимо выбрать subscription, в рамках которой будет развернут сервис, и ресурсную группу. Можно создать новую ресурсную группу. Опять же локейшн, в которой будет развернута эта ресурсная группа. На последнем скрине мы принимаем лицензионное соглашение и нажимаем Create. После этого запускается создание кластера. Мы этого делать сейчас не будем, потому что создание занимает приблизительно от 10 до 15 минут. Достаточно долго. Вы сейчас поймете почему, потому что там развертывается большое количество ресурсов. У меня уже кластер развернут. Давайте посмотрим на его особенности. Ресурсная группа называется Lastix Search. Здесь у нас мы откроем список ресурсов. Что ж такое? И мы видим вот такая большая ресурсная группа. Здесь у нас куча виртуалок. Как минимум здесь 3 так называемых мастер ноды. Это 3 виртуальных машины. 1 Data Node. Различные Network интерфейсы, которые приотачены к нашим виртуальным машинам. Load Balancer. Виртуальная машина для кирбаны. Публичная ID-адреса, виртуалка, сторожа. То есть это реально большой пластер. Что нас интересует в первую очередь в этом пластере? Во-первых, нас интересует публичный адрес самого кластера. Для того, чтобы его получить, мы выбираем Load Balancer. Refuse Load Balancer. Сейчас он тут откроется. Можно сказать, вопрос. Журник просморяет это как сервис, чтобы можно было через портал развернуть сам геокад. А мы сейчас через портал заворачиваем. Как джесонки. это темплейт. На самом деле, тут где-то есть возможность загрузить этот темплейт. На портале, я имею в виду, есть возможность, а можно прямо с GitHub взять этот темплейт и помню. есть первая да, template, Edit template и тут у тебя прямо текст идет. Ну, там, скорее всего, какой-то блокной ну, вот то, что мы делали, то, что мы делали, ну, мы не срезировали параметры, на самом деле, для этого темплейта. Можно подредактировать сам темплейт, если его каким-то образом не устраивает. Значит, мы открыли Load Balancer. Здесь мы видим, что что он делает? Он балансирует нагрузку на наши дейтаноды. Здесь у нас есть backend-адрес pools, есть отдельный pool, в котором развернуты наши дейтаноды. Тут будет сейчас один, то есть, на самом деле, Load Balancer, наверное, в данном случае не особо не особо и нужен, потому что у нас только одна дейтанода. Ну, рекомендуется, естественно, иметь несколько дейтанодов, тогда они здесь будут видны. В нашем случае нам необходим IP-адрес. Мы его скопируем. и вернемся к нашему приложению. Так, мне надо уже ускориться, да? Давай, давай, давай. Сейчас, значит, смотрите, я говорил, что мы Logstash не используем, а используем мы прямую запись лог-файлов в Elasticsearch. Как это сделать? В нашем случае вот сейчас мы это будем делать через Login Swingwork n-log. Все используем это. Ну, или, по крайней мере, освещали, да? Значит, нам необходимо установить Packages. Для этого мы переходим в ManageDigit Packages. Какие пакеты нам необходимо установить? В первую очередь необходимо... Ой, я только... n-log. В первую очередь нам, конечно же, необходимо установить сам n-log. И также нам необходим плагин. Плагин n-log для работы с Elasticsearch. Вот. То есть мы используем вот этот вот плагин. Как видим, у нас установлен n-log и дополнительный так называемый таргет под названием Elasticsearch. Стоит отметить, что таких плагин, такие плагины существуют практически для каждого логин-фреймброка. То есть Log4Net есть такой плагин. Log4Net может работать с Elasticsearch. Какие еще там есть? Serilog. Serilog тоже есть плагин для работы с Elasticsearch. Я думаю, практически для каждого логин-фреймброка уже существует такой плагин и его достаточно просто установить и начать использовать. Значит, для того, чтобы собственно использовать наш n-log-фреймброка необходимо его определенным правильным образом настроить. Естественно, нам необходимо добавить n-log-секцию в configuration файл и заполнить вот эту вот вот эту вот секцию. видно, все? Тут мы что мы здесь делаем? Мы добавляем новый таргет и указываем у этого таргета таргета типа Elasticsearch. и вот как раз здесь мы видим наш IP-адрес. Вот этот параметр URI является самым важным и он содержит по сути дела connection string к нашему Elasticsearch кластеру. По умолчанию Elasticsearch кластер запускается на порту 9200. Мы не меняли этот порт. И connection string у нас представляет собой паблик IP-адрес и плюс порт. Немаловажным параметром является индекс. Значит, Elasticsearch хранит свои данные в индексах. Для цели презентации мы будем использовать отдельные индексы FAMajureLab. С точки зрения конфигурации это все. Теперь давайте вернемся в наш home контроллер. Что мы здесь делаем? Мы раскомментарим строчку для получения экземпляра объекта iLogger экземпляра класса. И здесь мы рядом с trace information добавим логирование дополнительное логирование через unlock. Добавим это в index action и добавим в home about то есть здесь мы залогируем exception. Поменяли и теперь выполняем publish. Публикуем приложение. Публикация процессе. Да, вот у нас произошла успешная публикация. Давайте сейчас в первую очередь обходим в главную страницу для того, чтобы залогировать information. exception. После чего мы попробуем сдегрить exception и попробуем посмотреть, попробуем получить доступ ко всем этим логам, ко всей этой информации и использовать E-banner. Мы переходим в home about, здесь у нас появляется unhandled exception. теперь мы возвращаемся в нашу ресурсную группу. Здесь мы видим, здесь нам необходимо найти, что, во-первых, тут, естественно, есть виртуальная машина, есть network interface. нас интересует публичный IP-адрес Kibana, вот он называется ресурс Kibana PIP. Это публичный адрес, который приатачен к, ассоциирован с network интерфейсом Kibana, а network интерфейс Kibana в свою очередь ассоциирован, приатачен к виртуальной машине с Kibana. Значит, тут нас интересует IP-адрес опять же. Скопируем, скопировали его и открываем. Открыли этот адрес. По умолчанию Kibana запущен на порту 5601. Это дефолтный порт. Сейчас мы видим, что у нас открывается UI. Результатов нету, потому что по умолчанию индекс используется MARVEL. Контролировать индексы можно вот здесь. То есть тут мы видим список индексов. Первый индекс, который... Задача этого индекса это хранение данных под системы MARVEL. Второй индекс, который был создан нами, это IPAMA журлэб. Кроме того, можно добавить новый индекс. Особенностью здесь есть еще такой logstash. Естественно, у нас logstash не установлен, поэтому я его удалил. Он был здесь. Тут можно написать индекс, и особенностью поля. Вот допустим, для даты мы используем timestamp. Timestamp это особенность нашего n-logа. То есть если бы мы использовали logstash, там мог быть, допустим, какой-то date кей. Хорошо. Таким образом можно создать индекс, после чего, как только этот индекс создан, можно производить поиск по нему. Здесь мы выбираем IPAMA журлэб, и мы видим список всех наших логов. Значит, сейчас мы чуть более улучшим видимость. Добавим message, добавим level, и добавим exception. Значит, вот список наших логов. Как видим, здесь отображается уровень лога. В этом случае information, в этом случае error. Мы видим описание лога. И мы видим some exception. Можно получить подробное описание этого лога в виде таблицы или в виде JSON. То есть мощная штука. И можно, собственно, получить прямую ссылку на этот лог и что-нибудь сделать с ним. так. Вот, собственно, все. Какие есть вопросы? Продолжение следует...